Когда завершится ремонт в 6-й детской поликлинике? Этот вопрос интересует многих молодых родителей. Учреждение обслуживает внушительную территорию областного центра. 24 тысячи пациентов. Здание на Театральной улице закрыли на ремонт еще в июле прошлого года. Тогда четких сроков не называли. Прошло 9 месяцев. Ремонт еще продолжается. Были проведены работы по укреплению несущих конструкций здания. Была полностью отремонтирована крыша, цокольный этаж, отмостка, вставлены окна на все этажи детской поликлиники. Также был утеплен фасад и произведены определенные внутренние работы. Внутри работы сейчас в самом разгаре. Выполнена перепланировка, заменены коммуникации. Впереди отделочные работы. Завершить ремонт рассчитывают к концу года. Пока же поликлиника разделена на три подразделения. На улице Каравайковой, на улице Школьной и на Шереметинском проспекте. В последнем располагаются не только участковые педиатры, но и узкие специалисты. У нас есть невролог, у нас есть окулист. Мы можем сделать электрокардиограмму. Правда, не здесь, но в центре. Но у нас там тоже принимают. Лору врач принимает по понедельникам. Хирург – вторник и четверг. Здесь можно провести УЗИ диагностику, пожалуйста, УЗИ сердца и УЗИ внутренних органов. Лаборатория здесь, процедурный кабинет. Центр расположен на первом этаже обычной жилой пятиэтажки. Пришлось, конечно, потесниться. Врачи работают посменно. Предусмотрено также временно дезинфекцию кабинетов. Как видим, ажиотажа нет. У нас работает шесть участковых педиатров в двух кабинетах. То есть, получается, в три смены. Один педиатр уходит, другой приходит. То есть, значит, время хватает для проветривания и для влажной уборки помещения. Потерпеть неудобства осталось немного. Зато после ремонта поликлиника порадует своим новым состоянием и родителей, и малышей. Поликлиника действительно будет очень яркой, очень красочной. Именно детская, под детей. В ней будут реализованы и бережливые технологии, совершенно вы правы. Дизайнерские проекты. На каждом этаже будут очень красивые, шикарные игровые зоны для детишек. Будет комната кормления для мамочек с грудными детишками. А также все цифровые технологии, которые регламентируют нам сейчас нынешние тенденции. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.